Все, что вам нужно запомнить, это сочетание с трех букв QMS, сокращение от WM-Service. И WM-Service это большая библиотека. Тоже со своим поиском и так далее. Это просто веб-страница. Я сейчас браузу. О, хорошо. Дальше мы... Окей, с московскими континутами тоже понятно. Тут можно писать какую-то атрибутику денег и так далее. Ну, собственно, работа в GIS, в настольном GIS, она вот так вся и происходит. У вас есть какие-то слои, вы туда загружаете GIS и какие-то делаете операции, что-то должно появиться. А вы будете появляться в режимовом экране. И появляется какая-то там информация. Сегодня признаю знакомство с порталом проезданных города Москвы. Он ужасен. Откровенно стал... То есть он был плот, потом стал, значит, стал лучше. А сейчас все испортило. Я не очень понял, зачем. Причем меня не спросили. Ну, тем не менее. Вот. А дело в том, что там проблемы очень большие там с атрибутиками. Как с этим работать? То есть мы можем подключить их источники данных. Они появятся даже на карте и так далее. Но там куча других разных нюансов. Но это может потом. Так. Мы сегодня будем работать с остановками городского транспорта. Поэтому мы сейчас идем и загружаем через наш сервис. Замечательный. Хотя он тут тоже есть. Сейчас вам покажу. Я тебе наблюдаю здесь бас. Да? Он тоже появится. Я не буду его использовать, потому что там 60 мегабайт данных. И это некоторым образом долго и не хватит. Вот. Вот. Вообще, как я говорил, да? Здесь загрузили еще пару слоев, потом еще пару слоев и еще пару слоев. Вот. Потом сказали что-то данных много. Давайте возьмем и сохраним какой-нибудь один из районов. Это западный рай. Западный рай, по-моему, да? Административный округ. Так у меня все время окна будут туда перескакивать. Извините. Так. И я туда сохраню как новый набор данных. Скажу вам, только длительный. Да? Окей. Вот он появился. Еще немножко свою территорию как бы ограничили. Да? И сделаем что-нибудь типа выборки. Пространство выборки. Опять же, точек у нас станок много. Допустим, мы каким-то образом решили это разделить там между нашими сборщиками данных. Или еще какую-нибудь. И поделим их разделить. Так. Что я делал? Вектор. Выборка. Пространство выборка. Выделить все объекты слоя. Он так вот называется. Не очень точно. Семьдесят. 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 Окей. О, наша выборка произведена. Давайте, может, здесь даже переименуем, как мы попонятнее. Тут скажу. Астана. А тут скажу. А ничего не было. Сохраним нашу выборку. Здравия. Астана. Я пишу, чего-то нет. Мои взяли. Тоже только выделены. И... Окей. Да? Добро. То есть... Этому выиграл. С этим всем, в принципе, все. Я надеюсь, идею вы поняли. Есть что-нибудь понятное, по-моему спрашиваете. То есть, понятно, что иногда вы начинаете свой сбор данных с чистого листа, да? А иногда начинаете с какого-то набора данных, да? Который вы хотите там улучшить, или его используют как основу и так далее. Вот. Ну вот, я сейчас выбрал такую схему, когда у нас есть некий набор данных, и мы хотим его как-то насытить. Так. Насытить данными. Вот. Вот. Останутки. Окей. Ну, как-то все прекрасно знаем. Геоданные. Геоданные, конечно, что у нас здесь. Это такой актуализм, борьба противоположности. Геометрии и атрибутивная информация. То, что мы сейчас с вами видим на экране, это все геометрии. А то, что мы видим в не другом экране, вы видите, это атрибутивная информация. Это таблица, да? У каждой точки есть куча разных атрибутов. Мы можем щелкнуть. И посмотреть эти атрибуты. И про каждую точку точно так. Адрес остановки, как право этим занимается. Название остановки. Так вот. Наша таблица. В принципе, это нам все не нужно. Нам нужно, по идее, только название и некие наши новые атрибуты, которые мы хотим насытить этот собственный набор. Так как у нас гипотетически наш кейс про доступность, то, допустим, мы хотим его и насытить этой самой информацией. Прежде чем, как данные обычно собираются, но, по крайней мере, у нас там наши какие-то задачи, мы сначала параллируем структуру данных. То есть, что и как будет собираться, как эти параметры будут называться и так далее. То есть, фактически, как эта таблица будет выглядеть. Ну, собственно, это выглядит. Это, собственно, здесь и мы это сделаем. Добавим несколько полей. Что мы можем про доступность такой интересной сказать в остановке. Например, какой-нибудь то, что у нас безбарьерный доступ. Доступная остановка в радиусе 10 метров без барьерных. Годится такой тарелки? 10 метров. Там есть какой-то хак, мне нужно поставить почему-то здесь стрим. Я точно не понял, почему. Но это не важно. Так, сейчас может что-то плохое произойти. У меня как-то на компьютере плавалось немножко кубис. Теперь у меня вот эта гитара. Ошибка. Но не переживайте. Все хорошо. Продолжим добавлять еще какие-то параметры. Ну, например, нас может интересовать, там есть скамейка на этой остановке или нет. Сейчас добавляются пустые столбики. Да. Сейчас просто создаются новые поля. Так как мы никакой информации не вводим, мы просто создаем структуру данную. Так. Я извиняюсь только теми, кто это тысячу раз уже сам делал. А можете понять, кто это сделал? А? А. Да. А, кто это делал. То есть половину. Пожалуйста, выйдите. Я просто создаю. Хорошо. Ничего страшного, что у нас есть ошибки. На самом деле все происходит то, что... Ну, что происходит нормально, если мы переактуем таблицу, там... Это мой... Почему? Ну, мой локальный, на YouTube, так... Студисом, там, у него какая-то... Идиосинградия, и данные все на месте, да? И вот, что у нас произошло, у нас появилось три... А вот так. Да? Окей. Ну, как бы, оформленный некий набор данных наш с вами, набор гео-данных, мы создали. Вот. Вы могли это осознать там другими способами. Не обязательно использовать для этого, ну, вот именно настольный диск. Ну, в данном примере это так. Вот. Дальше мы переходим с вами в ВЕП. А... Почему мы переходим в ВЕП? Потому что... ВЕП, там, интернет, это среда, в которой мы размещаем наш... Наш вот этот триферный набор, по-моему, стойке, и которую мы хотим, чтобы люди, как бы, совместно наполняли, да? То есть, суть вот этой всей штуки, она не, наверное, в том, что... Ну, все это разработано для некого-то совместного сбора данных. То есть, понятно, что один вы можете себе на бумажке, там, нарисовать все, что угодно, да? И вам не нужны для этого никакие особые инструменты. Это все создано для того, чтобы много людей могли коллаборировать над... Ну, на одном... Над каким-то наборами... Вот. И в этом вверх мы переходим на наш, собственно, новый... Сверхновый... А-а-а... Другой сервис, который называется newcase.com Вот. WebGIS made click, да? Сейчас проверим. Easy или не easy. Вот. Там какие-то анимации... А, язык нажал. Потому что там тоже есть. Одно, что происходит, когда вы нажимаете вот на эту кнопку, создать newcase, происходит собственно там регистрация и вам дают красивый адрес, за которым стоит информационная система. Я не буду повторять процесс создания, я вам покажу сразу свой репресс. Это второй инструмент, который сегодня мы с вами посмотрим. Мы посмотрим еще три, еще два. То есть два мы уже как бы потрогали. Один потрогали, сейчас второй, потом третий, последний мобиль. Это наша веб-кейс. Я в ней администратор, потому что я ее создал, но есть пароли явки. Поэтому я здесь, как говорится, король бут. То есть я могу создавать различные ресурсы, загружать векторные слои, загружать драстерные слои, создавать веб-карты и так далее. Что приятно, мы можем с этой веб-кейс работать также и сразу из нашего настольного клиента. Я не хочу сейчас называть названия логинов и так далее. Это все потом либо вы можете спросить, либо легко навыкнуть. В этой штуке открывается такая новая панель. И мы можем сказать, что у нас сегодня новая затея, 50 центов технологий, так что у нас будет новая группа ресурсов. Ну, по сути, папка. Которую я хочу взять и вот эти все остановки, которые я здесь сделал сюда, это импортировать. Они инфортируются, появился новый ресурс, так называемый векторный слои. Наверное, разница между векторными данными и растрами данными не всем очевидна. На самом деле это не очень важно в рамках нашего сегодняшнего обсуждения. Он чисто занимается векторными данными, рассматривает, поэтому это не так важно. Я буду просто говорить, да. И вот наш веб-гест, я приключился обратно в граузер. У нас появилась новая группа. Появилась новая группа. Тест. Да? Вот она, группа ресурсов. Я могу в нее зайти и увидеть свой слой. Появился новый слой. А остановки. Да? Итак, дальше смысл в этой штуке в чем? В том, что у вас есть вот это самое веб-хранилище, которое вы можете получать доступ, другие люди, вы сами из других мест, из других устройств, из других приложений и так далее. Такое единообразное хранилище для ваших данных. Ну и наш слой остановок. Мы можем в нем, здесь в административной версии разные действия совершать. Можем открыть ту же самую таблицу объекта, посмотреть. Не поискать чего-нибудь. Мы можем там удалить, загрузить что-то еще. Ну давайте, так как мы с вами типа картограф, зададим какую-нибудь картографическую штуку. А именно веб-карту. Представьте, у вас есть слой. Вы его, может быть, даже наполнили, создали какими-то неведомыми способами. Вы хотите его кому-то показать. Мы считаем, что это очень достаточно простой способ это сделать. А веб-карта. Прежде чем ее создавать, нам нужно определить, как этот векторный слой будет отображаться на карте. И для него нужно создать еще один ресурс, вложенный в него. Это стиль, так называемый. У нас данные всегда отделены от представления данных. Вы можете точки хотеть видеть зеленые, а можете с синими. В первом случае это могут быть одни и первые точки, но один стиль будут зеленые точки и круглые, допустим. А другой стиль будет квадратные и синие. Поэтому мы ставим стиль. Как мы его называем. Стоп стайл. И существует два способа. Ретрактировать стили. Один для меня сложнее. Это стиль обсервера. Это пока не так важно. А, ресурс существует. Да ладно. Вот он создался. И теперь мы можем сделать нашу карту. Потому что W без стиля, без того, как вы хотите показать, в нашей системе, в этот стиль, на карту положить, к сожалению, нельзя. Поэтому мы создали им стиль. Идем в карту. Создаем карту новую. Говорим ей... Название не суть важно. Но пусть будет. И говорим ей, положим на него наш стиль. Первый не создался, но он уже был. Я там экспериментом. Мы его сразу хотим, чтобы он был включен на карту. И сразу показывать, какие-то еще настройки есть. И хотим, чтобы наша карта спозиционировалась при открытии на этот самый стиль. В этом случае нам надо указать данные. И он, видите, подхватил координаты, охват данных. Ну и всякие разные вещи, которые он может делать. Но это пока не так важно. Вот мы создали нашу карту, теперь мы хотим ее открыть. Это как бы действие некого администратора. То есть человек, который подготавливает все. Вот вы подготовили. У нас другое представление наших данных. Видите, как все просто? Вот. Вот наши данные виды на карте. Мы уже посмотрели, как там на настольных GIST происходит. Пример так же происходит и в Web. То есть вы можете все это редактировать. или там единый API, если вам это как бы важно знать. И через это API из различных баз данных. Эти все данные собираются на карте. Вот. И на самом деле, вы можете уже по прям сразу начать редактировать. Давайте я для примера вам еще одну штучку покажу. Нет, давайте еще немножко. Шаг назад сделаем. Точки некрасивые. Красные и зеленые. Ими пофиси. Некрасивые. Идем обратно. В GIS. Почему? Мы выбрали такой метод, как бы создание системы, который позволяет нам довольно мощные возможности по настройке стилей получить из настольных GIST. Почему это важно? Ну, потому что очень не хотелось нам по крайней мере на данном этапе реализовывать всю, всю, значит, поддержку стилей, ну, различных стилей в Web. Да? Поэтому у нас другая наша цепь. Мы говорим, если хотите красивую легенду, идите, значит, в GIS в настольный клиент, настройте там все, что захотите, и сделайте то, что я сейчас сделаю. Ну, давайте я просто подписи туда добавлю. Покажу подписи для этого слоя, там, может, форматирование, буфер, фон, все что угодно, да? Буфер давайте добавим. Или фон. Что добавить? Буфер. Буфер даст для каждой надписи красивый... Гало. Я не выбрал? Пардон. 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 Третья. Не выбрал. Сейчас бы ничего не получилось. Артем меня спас. Ну и файл, да? Вот. Появились какие-то надписи здесь, и мы можем здесь стиль сохранить, как специальный файл описания стиля, она называется qml, и мы его сюда раз... стопс. Сегодня все будет называться стопс. Вон. Переходим обратно на нашу карту. Ну давайте ее оставим. Нет. Да, оставим. Вот. Вернемся в наш слой. Как я говорил, у одного слоя, у одного набора данных можно несколько представлений, да? Поэтому возвращаемся в нашу группу. Идем в наш стиль. А вот наш слой. А вот он почему не трогался, потому что я. Давайте удалим. Посмотрим, как удаляется. И добавим еще один стиль, но уже стиль cookies. То есть тот стиль, который мы подхватили как бы из другой системы. Вот. Он просто задается путем указания этого файла. Ну и держите. Он при загрузке данных автоматом загружается. Не-не-не. Я его никуда отложил. Вот так вот. Вот так бывает. В тяжелой работе. Если цель стоит. Вот. Тест. Все правильно. Там он был. А что же мы молчите? Не спасайте меня. Из внутреннего положения. Вот. Ну надо какой-то фильтр вставить. Все будет. Так. Ну, наш ресурс, как всегда, оно как называться. Поэтому давайте мы даем. Стоп. 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 Стайл. Три. Сохранить. Создать. Новое представление для данных мы сделали. Поэтому мы опять идем на веб-карту. И мы должны его туда тоже добавить на эту веб-карту. Потому что мы что надо. Снова в нашей группе. Мы просто добавляем наш новый стиль. Окей? Ну, может не обязательно переключаться. Сохранить. Сюда. Обновиться. И можно посравнивать даже. Да? И одни тежданные. Вот. Так. Работа. Так. Удачи. 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 Теперь можно поедактировать чего-нибудь. Ну, вот. То есть, что я хотел бы показать, что данные от одного настройки отображения другой, а в этой системе можно в принципе все достаточно быстро сделать. Да? Да, дурок. Хорошо. Не знаю, какой нам слой использовать. Это на самом деле все равно. Давайте пореноксируем. Мы возьмем чего-нибудь там, какую-нибудь установку. Вот. Вот. Установка вообще с очень конечным названием. Это нам, это порталу, да? Он представит какие-нибудь фразы. Ну, как я говорил, здесь можно не только смотреть на всю эту атрибутику, но и с тем, кто знает, там хранить разные описания, вложения, которые имеются в фотографии, и так далее. И можно назвать на редактировке и сразу тут же чего-нибудь подредактировать. Например, добавить какую-нибудь фотографию. Прекрасные остановки. Вот. Давайте прям остановку. Не знаю. Недоступная. Действительно недоступная. Далеко. Так. Сохранили, вернулись. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Нажали. Может, это не так будет? Совершенно не разводили все? Нет. Да, экстендор обновить надо. Может, надо обновить, да, да. Очень странно. Может, надо отлучить. Да, наверное, так видно. Да. Единфикация. Пока отдельный инструмент. Мы только в начале не получали. Максим, а это ссылка на кубличном доступе или какая-то? Это всё, 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 что я сегодня рассказываю. Вы можете... Но при этом можно сделать закрытые и... Полосит правильный чуть попозже, если можно. Значит, вот наши амисани, вот наше вложение. Сейчас я и... Я... Нажальяй сюда. Просто отрлали. А, вот так... Нет. А, потому что 658, а нам нужна 660. Вот, спасибо большое. Видите, в самом деле тут было 200. Я вас долго искал в двух словах. Вот, это работает, там можно другие разные предложения делать и так далее. То есть это все тоже работает. Ну вот. У этой штуки есть управление ресурсами пользователей, потому что мы, естественно, хотим, чтобы пользователи этим пользовались. То есть разные пользователи. Вы, как администратор, хотели бы это все... Ну, что такое по-русски? Администратор хотели бы все это этим всем управлять. Создаем пользователя. Говорим ему... Водно. 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 Несправедливо. А, понят. Надо чистить, наверное, свои эксперименты. Мог уже бы так и пользоваться. Не обращайте внимания. А, да. И, соответственно, пользователь это мы завели, да, но нам нужно дать ему прав на эту штуку. И давайте просто дадим ему... Мы можем дать просто прав на целую группу, да. У нас там множество, может быть, слоев. И так говорят. Права назначаются следующим образом. Идем в некие 10 изменений. У каждого ресурса есть откладка права доступа. Мы говорим здесь «возрешить». Иван Иванова. Вот еще два Ивана теперь Иванова у нас. Очень удачно я назвал пользователей. Все права на все ресурсы распространять вниз. Окей. Выходим. Вернемся на карту. Попробуем чего-нибудь редактировать. Ну, он у нас спросит что-нибудь. Ну, то есть, собственно, нас спросит. Либо он как администратор, либо он как пользователь, которого мы завели. Иван Дон. Ну, что же такая? Иван Два. Два, два. После Ивана. О! Два. И Иван Большой Бутыл. Нет. Большой точно не было. Вот. И пластик. Он сохранил, на самом деле. Я думаю. Проверим. Нет. Обновить машину? Нет. Нет. Не зажали. Не встань. Ах! Письмо. Работала. Честно. Хорошо. Ладно. Не все. Незократская вообще получается. Но что поделаешь? Попробую страницу. Анализ. Инвестацию. Память. Хочешь держать? В данном случае все нужно помыть. Я проверял. Не всегда. Ладно. Не важно. Оно работает. Давайте. Ой. Вот поэтому. А. Ну. Хотя да. 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 Ну вот. Здравствуйте. Все по-моему. Эй. Ну. Эй. Эй. Присо hörи. Да, знаете, чёрт не знает, чё там. Видите, наша работа всё обновилась. С этим тоже понятно, да? Раздали карту, ну, раздали эту ссылку, завели пользователей и так. Раздали, они могут вам собирать данными это всё наполнить. А за всем использователя можно смотреть? Значит, сейчас система так устроена, что вы можете выйти и всё будет доступно. Видите, я сейчас вышел. Я без пользователей. Всё доступно. На самом деле, доступна даже структура данных и так далее. То есть, в принципе, сейчас такой, что если вы хотите пользоваться этим всем бесплатно, вы должны быть открыты. Если вы хотите приватности, то там возникают разные нюансы. Естественно, как на Яндексе народная карта получается. И на Яндексе народная карта. Ну, там сами пользователи будут. Это ваша личная карта Яндекса. Ну, можно сказать, Даша, если организовать какой-то проект? Ну, собственно, сбор данных отдельный, маленький, это и создание маленькой своей народной карты. Ну, народ может быть там три человека в вашей группе, сборщика там. Так что, да, это способ создать такой своем альфеи. Видите, я скоро знаю. Ну, и для чего...